Первые на пьедестале с медалями, кубками и всеобщим признанием. Однако, чтобы понять, за что такие почести, надо немного вернуться назад. Первый день весны Орел стал столицей российского турнира по танцевальному спорту кубок 21 века. Куб наш называется 21 век. Ранее мы проводили все время кубки вальс победы, посвященные Дню Победы 9 мая. Наш турнир посвящен празднику весны. И тут же, пока на смену одним парам на паркет выходят другие, не терпится задать вопрос, который напрашивается, когда видишь в танцах мальчика. Я сам просился, чтобы меня взяли в школу танцев, чтобы я достигал больших успехов. От пяти лет до пятидесяти соревнования эти собрали несколько сотен участников из нескольких регионов нашей страны. Брянск, Курск, Белгород. Здесь еще и для того, чтобы получить желаемый разряд и отточить еще раз свое мастерство. Российские соревнования по нашей классификации, в котором участвуют представители из городов Центрального федерального округа. Что касается орловских спортсменов, я должен сказать, что их уровень с каждым годом растет. Мы соседи, я из Брянска, мы довольно часто бываем и можем следить за тем, как растет уровень этих спортсменов. Латина, вальс, ча-ча-ча. От вариаций исполнения того или иного танца в современной аранжировке кружилась голова. Но пары, уже представившие номер почему-то, не спешили уступать место другим. Примечательно, что пары, вышедшие на паркет, исполняют не один танец. Например, вот эти две за то время, что я остаюсь здесь, уже исполнили более пяти танцев. И это не предел. Количество исполняемых номеров зависело от категории, в которой танцоры выступали. И тут цифра доходила до семи. Подряд. Без остановок и возможности отдохнуть. А теперь вернемся к тем, с кого и начинали. Итак, на паркете пара Елизавета Запольская и Александр Бубнов. На этих соревнованиях мы заняли первое место. Мы очень старались. Не зря наши тренера тратили на нас нервы. Мы собираемся в марте поехать в Москву тоже на хорошие соревнования. Конечно, поедут, учитывая, какой плацдарм у них уже готов. Первое место же за красивые глаза не дают. А мы будем болеть за орловчан и надеяться увидеть их на паркете мировых соревнований. Анастасия Гришина, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.